Привет, ребята! Как давно мы с вами не виделись. Давайте с вами начнем урок, но перед этим мы обязательно помолимся и прославим Господа. Закрывайте глазки и повторяйте за мной. Аллилуйя! Дорогой Господь, спасибо Тебе за этот день, за эту неделю. Благослови, Господь, наши мысли, помоги нам понять срок, помоги нам понять то, что Ты хочешь донести до нас. Аминь. Верить и любить буду я всегда. Верить и любить жару и холода. Верить и любить, если что-то вдруг не так, как ожидаешь. Верить и любить буду я всегда. Верить и любить жару и холода. Верить и любить, Бог всемогущий нам жизнь подарил. Дал нам дыхание и небо открыл. Он любовь на Христе доказал. Верить и любить буду я всегда. Верить и любить жару и холода. Верить и любить, если что-то вдруг не так, как ожидаешь. Верить и любить буду я всегда. Верить и любить жару и холода. Верить и любить, мой Господь за меня. Верить и любить. Верить и любить. Верить и любить буду я всегда. Верить и любить жару и холода. Верить и любить, Если что-то вдруг не так, как ожидаешь Верить и любить буду я всегда Верить и любить жару и холода Верить и любить, но Господь за меня ты понимаешь Нам в этот день рожден Спаситель С неба положен, да, если он Да, людям всей земли надежду он Радуется весь мир на Рождество Все громко сейчас поймем, что он Родился, стар нам рожден, мы славим его Родился, радуйся и бой Родился, прославляй за мной Родился Благоволенье в нем, мир и покой Радуется весь мир на Рождество На Рождество Все громко сейчас поймем, что он Родился, стар нам рожден, мы славим его Родился, радуйся и бой Родился, радуйся и бой Родился, прославляй за мной Родился Я громко сейчас поймем, что он Родился, стар нам рожден, мы славим его Родился, радуйся и бой Родился, радуйся и бой Родился, радуйся и бой Родился, градуйся и бой Все долго сейчас поймем, что он родился Царь нам во всем, мы славим его Родился, радуйся и бой Родился, прославляй со мной Родился Сегодня мы с вами продолжим подготовку к Рождеству Но для этого мы отправимся в путешествие в Древний Израиль Вы готовы? Давайте со мной на счет три Раз, два, три Ребята, где это мы с вами оказались? Давайте посмотрим, что тут происходит Мне так надоел этот человеческий детеныш И вообще, это наш дом Почему они все сюда пришли? Ребята, я сегодня такое видел, когда гулял на поле К пастухам приходил ангел Он весь светился И у него были крылья И вы представляете, что он сказал пастухам? Наверное, то, что у нас в плеву сегодня день открытых дверей Он сказал, что сегодня родится спаситель каждого человека на земле И когда мы побежали с пастухами смотреть Это оказался наш двор Что спаситель родился в нашем маленьком хлеву? Великий Бог в таком месте А что, ему не нашлось места в человеческом жилище Только здесь родился и нам спать мешает И я спать хочу А вы слышали новость? Угу Моя родственница из соседнего хлева Рассказала мне, что сегодня в город пришло много народу Потому что царь проводит перепись населения Вот Да, именно поэтому им и не хватило места в гостинице И наша добрая хозяйка приютила их здесь А кто все эти люди, которые приходят сюда и шумят, и мне спать не дают Ну сколько можно уже сюда приходить? Наш хлев вот-вот лопнет Он же не резиновый Я слышал от хозяйки, как пророки говорили о приходе спасителя Который избавит людей от грехов Потому что однажды принесет большую жертву Господь назовет его великим царем И люди будут приходить, чтобы поклониться ему Неужели этот человеческий младенец вырастет И станет спасителем всего человечества на земле? Но людей ведь так много И каждый получит спасение А я и не знала, что Господь так полюбит каждого человека Что придет на эту землю Значит, эти все подарки приносят для царя царей А как зовут этого маленького мальчика? Слава Сына Божьему, Иисусу Христу! Значит, сегодня они пришли праздновать рождение Спасителя? Так давайте праздновать вместе! Новый царь! Наконец-то он появился! Звезда это знак! Так вы хотите идти за звездой? Безусловно! Несомненно! Конечно! Да здравствуй, царь! Слава Новому царю! Доста счастливей! Слава Новому царю! Мы все пойдем за этой звездой Пусть даже путь наш будет далек Ведь звезда приведет нас к избранному младенцу Звезда, твое сияние Как сияние надежды Свети в ночи Веди нас к нашей сбывшейся мечте К новорожденному царю Что мы увидим? Дворец золотой Величие царское А может, этот царь воссияет, как звезда На веки вечные Субтитры создал DimaTorzok Иди нас к нашей сбывшейся мечте – новорожденному Царю! Ребята, как здорово побывать на том месте, где родился Иисус! Сейчас самое время подготовки к Рождеству! Готовьте свои сердца к этому празднику, а мы вам расскажем о традициях Адвента! Сегодня мы с вами поговорим о традициях празднования Адвента – время подготовки к Рождеству! Сегодня я вам расскажу о третьей и четвертой свече! Третья свеча – это свеча пастухов! Она символизирует рождение Господа Иисуса Христа в сердца людей через веру в Его Слово! Когда пастухи услышали весть ангелов о том, что родился Мессия, они повеяли в это и пошли в Вифлеем, чтобы посмотреть на рожденному Мессию! Сегодня мы также, не видя Иисуса, верим, что Он родился! Четвертая свеча – это ангельская свеча! Ее зажигают накануне Рождества! Делятся с друг другу подарками, садятся за стол, чтобы поужинать! Это самое время подготовить наши сердца к Рождеству! Поделиться радостной вестью о том, что родился Иисус Христос! Обязательно расскажите о том, кто родился в этот день, и подарите друг другу подарки! Привет, ребята! И сегодня мы с вами сделаем четыре свечи из бумаги, которые будут символизировать четвертый Адвент! И для этого нам понадобится цветной картон, линейка, мишура, простой карандаш, ножницы, а также клей-карандаш! И для начала я предлагаю сделать основание свечек, а для этого нам понадобится белый картон! Поскольку у нас будет четыре свечи, нам нужно вырезать восемь одинаковых полосок из картона! Для этого его надо расчертить, чтобы полоски получились ровные! Я буду делать полоски по три сантиметра! А теперь нужно соединить эти отметки! На этом листе у меня получилось всего семь полосок, поэтому я использую второй лист, и на нем начерчу восьмую! А теперь давайте всех их вырежем! Музыка 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 Лучше всего использовать именно картон и не бумагу, поскольку основание свечи должно быть плотным Итак, берем две полоски и накладываем их друг на друга, чтобы получился угол 90 градусов, то есть прямой Их нужно склеить А теперь нам нужно их складывать как бы гармошка, как это показано на видео Но сначала им нужно дать высохнуть Вот что у нас получается. Лишние кончики нужно просто отрезать И сверху нужно склеить И вот наша гармошка уже сама раскрывается. Можно чуть вытянуть, чтобы она была повыше И по такому же принципу нужно сделать остальные три основания У нас получились вот такие вот четыре основания для свечек Но пока что мы их откладываем Итак, а теперь для пламени нам понадобится желтый и красный картон Но сначала мы будем использовать только красный Из него нам нужно нарезать четыре квадратика И нам на них нужно нарисовать как бы половинку капельки Это нужно для того, чтобы капелька была ровной с обеих сторон То же самое нужно сделать с остальными Теперь мы можем обвести контур капельки, чтобы они были одинаковыми А теперь нам понадобится желтый картон Нам нужно вырезать такие же капельки, но поменьше Их не обязательно делать одинаковыми То есть мы опять вырезаем квадратики И вырезаем капельки, но поменьше И теперь нам нужно наклеить одна на другое Если низ получился слишком длинным, то его можно просто обрезать Нужно оставлять небольшой краешек, поскольку позже именно на него мы будем приклеивать пламя к основаниям свечек Ну а теперь нам нужно отогнуть этот краешек, который мы оставили И уже приклеить его к свечке Вот как это будет выглядеть КОНЕЦ И у нас получились вот такие вот красивые свечки А теперь давайте уже приклеим их к основе А теперь давайте украсим это мишурой Для этого нужно пространство вокруг обмазать клеем И просто приклеить ее А не нужно отрезать И у нас получилась вот такая вот прекрасная подделка свечки Всем пока! Ребята, спасибо, что отправились со мной в это путешествие А сейчас давайте в заключение с вами помолимся Закрывайте глазки и повторяйте за мной Халлилюя! Господь мой, спасибо тебе за этот урок Спасибо тебе за это путешествие, Господи Спасибо за то, что ты с нами Халлилюя! Благослови Господь нашей недели Аминь Ребята, за новостями вы также можете следить в наших соцсетях Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова